Союз Европейских Футбольных Ассоциаций УЕФА усилит меры безопасности на матчах чемпионата Европы 2024 после эпизода с выбегающими на поле болельщиками во время матча второго тура чемпионата Европы между сборными Турции и Португалии. Португалия разгромно победила Турцию, набрав 6 очков после двух туров и гарантировала себе первое место в группе F. Криштиано Роналдо оформил блестящий ассист на Бруно Фернандеша и должен был сиять из-за результата команды. Но после матча ветеран ходил расстроенным, потому что на поле постоянно выбегали болельщики, чтобы сделать селфи с главной португальской звездой. Первым был мальчик, который подбежал к Кришиту и попросил фото с ним. Криш улыбнулся и не отказал. В этот момент телекамеры выхватили на трибунах довольных детей португальца и его жену Джорджину Родригес. Охрана поймала мальчика и увела подальше. Все остались довольны, но это было только начало. Второй болельщик был куда менее обходителен. Он обнял Роналдо за шею и повис на нем. Здесь португалец уже не скрывал негодования. Стюарды оттащили наглеца и увели за пределы поля. До финального свистка было еще два подобных инцидента, но служба безопасности вспомнила, за что ей платят. И до Роналду бегунов уже не допускали. Две попытки случилось и после матча, но ярким болельщикам португальца не удалось попасть в объятия Кришита. Главный тренер сборы Португалии Роберт Мартинес выразил обеспокоенность по поводу безопасности своих игроков после того, как несколько болельщиков вышли на поле, чтобы сделать селфи с Криштиано Роналдо на стадионе в Дортмунде. Это вызывает беспокойство. Сегодня нам повезло, что намерения болельщиков были добрыми. Мы все любим фанатов, которые признают наших игроков большими звездами. Но поймите, могут произойти нехорошие вещи. Фанаты должны понять, что этим они не добьются ничего хорошего. Они не должны подвергать игроков риску. УЕФА заявила, что безопасность и безопасность на стадионе, на поле и в помещениях команд является высшим приоритетом для организаторов турнира. С этой целью на стадионах будут приняты дополнительные меры безопасности для дальнейшего удовлетворения требований турнира и предотвращения подобных инцидентов. По соображениям безопасности мы не можем комментировать конкретные меры. Напоминаем, что любые вторжения на поле представляют собой нарушение правил стадиона, запрет на участие во всех турнирных матчах и подачу официального заявления о возбуждении уголовного дела за вторжение. Партнер Роналдо по сборной Португалии Бернардо Силва сказал, что его лично не особо беспокоит вторжение на поле. Это немного раздражает, когда приходится всегда останавливать игру из-за того, что на поле выходит болельщик. Я думаю, это цена, которую вы платите за такое признание в мире футбола и за то, что в нашей команде есть такой игрок, как Роналдо. Но с точки зрения опасности, лично этого я не чувствую. Немецкие газеты также не остались в стороне и выпустили статью о прецеденте с Роналдо, который произошел в Дортмунде. В каком-то смысле Роналдо сейчас слишком знаменит, чтобы играть в футбол. Возможно, игра в футбол теперь станет одной из тех вещей, которые, к сожалению, больше не могут делать очень известные футболисты. Например, пойти выпить кофе или прогуляться по кварталу. Это не шутка. Здесь проблемы масштаба. У Роналдо на 107 миллионов больше подписчиков в Инстаграм, чем у UEFA. Евро 20-24. Его базовая годовая зарплата примерно равна общей сумме взноса за участие 24 стран в турнире. Выставлять его там при обычных футбольных ограничениях – это все равно, что устраивать концерт «Тейлор Свифт», где «Тейлор» охраняют студенты и временные сотрудники в светоотражающих куртках, где люди просто бегают и разговаривают с ней каждые несколько минут. Требуется решение этой проблемы. Соответствующие люди будут критиковать UEFA, потому что UEFA отвечает и теперь должен с этим разобраться. Возможно, UEFA мог бы настоять на том, чтобы Роналдо обеспечить дополнительную охрану, как это делают Лионелю Месси в МЛС, где у него есть команда с электрошокером. По сути, Роналдо слишком знаменит, чтобы играть в футбол. Он перерос в спорт, который сделал его великим. 39-летний Кришиано Роналдо по итогам двух туров возглавил турнир по одному из ключевых атакующих показателей. На счету Криша 9 ударов по воротам – это лучший результат среди всех игроков Евро. Из 9 ударов Роналдо 4 пришлось в створ, но ни один не стал результативным. Роналдо лидирует на Евро еще и по одному показателю. Он четырежды залезал в офсайт.